итак всем привет и тут ко мне пришел на обзорчик телефон lenovo a5000 это бушный аппарат и он уже как бы официально не продается его можно купить только на каких-нибудь досок объявлений в общем только бушный аппарат их можно прикупить и вот он значит это чудо ко мне пришло вот так вот она значит внешне выглядит состояние очень даже замечательную стоимость бушного данного устройства где-то в пределах 50 60 долларов на рынке сейчас предложение очень скажем так ну не то чтобы сильно много но вполне достаточно есть как мы видим разъемчик у нас микро юсб 3 5 джек микрофон для шумоподавления одна камера у нас вспышечка так выглядит у нас лицевая панель принципе этот аппаратик во-первых приведет меня ну как бы своей относительной дешевизной вот для ребенка в принципе вполне пойдет если убьет не жалко будет когда-то это стоит этот телефон стрел по моему 150 долларов что около того новый ну сейчас вот такая вот цена это совсем такой бюджетники аппаратик вот он на две сим-карты поддерживает micro sd и сейчас заведем заглянем внутрь значит я уже сделал там тесты antutu так что можно даже посмотреть сразу у нас тут вылазит наши тесты он нас набирает 22724 балла как мы видим да это как бы немного но в принципе для игры в каких-то несложных играх в принципе вполне достаточно многие супер в интернете просмотра видео в ю тубе вот посмотрим у нас инфу по аппарату чё у нас здесь модель lenovo a5000 android версии 5 22 битный процессор у нас здесь qualcomm snapdragon на самом деле здесь не стран не станет дарган стоит изменяемся нам 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 неправильно слова не snapdragon стоит так а стоит у нас здесь мтк 6580 почему как snapdragon определяется не знаю видимо что-то кто-то из китайцев что-то там прописал такое и вот он значит нам показывают что здесь типа qualcomm это не так графический ускорить у нас мали 400 разрешение экрана у нас hd камера у нас на 8 мегапикселей оперативки у нас 1 гигабайт доступно там около 400 мегабайт так системная память у нас здесь 8 гигабайт доступно 5 290 а тотал 5 290 вообще общее 8 у нас на смартфоне какую-то часть занимает операционная система и здесь остаток у нас 5 290 из которой доступно сейчас 1 гигабайт 700 метров ну так как здесь на приложение как бы установлены поэтому такие вот цифры у нас тактовая частота процессора у нас здесь один и три мегагерца 4 ядра тесте 2 битный интересно размер экрана показывает 7 дюймов плотность пикселей у нас 320 dpi фронтальная камера 1 и 9 мегапикселей разрешение видео у нас здесь пишет фулы жди заряд батареи 87 процентов вес аж 350 грамм показывают на самом деле 350 грамм он не весит меньше что-то какие-то сложные косяки по заполнению параметров датчик освещения у нас здесь есть потом ориентация не поддерживается приложением на приближением мтк proximity есть счетчик шага нет в общем два датчика здесь всего лишь с датчиками нас тут конечно не густо так можно даже зайти к примеру в youtube посмотреть как он видео воспроизводит как видите открывается как бы нормально чтобы посмотреть нормально воспроизводит видео вполне смотрибельно и как бы 2б а а фредди на месте где пони а что если у нас здесь качество 720 пикселей 50 кадров в секунду очень даже неплохо ну нормально воспроизводит у никаких проблем динамик очень даже громкий мне нравится вполне себе замечательно это наш кнопочка многозадачности если мы долго удерживаем вызывается надо задачность а если недолго то вызывается вот такой вот меню виджеты и обои почистим нашу оперативную память в интернете также все нормально шустенько работает google services странички какие то есть новостной сайт ну конечно не так как на моем смартфоне работает помедленнее ну стоит учитывать что как бы аппарат очень-очень-очень такой бюджетники но все нормально работает пролистывается как видите все замечательно батарейку кстати держит огонь очень долго работает от одного заряда то есть с этим телефончиком 2-3 дня то есть налегке можно спокойно ходить и не переживать за то что у тебя там телефон разрядится в принципе зарядку держит неплохо учитывайте телефончику уже сколько времени вот и как бы батарейка еще не убитая это очень даже хорошо сейчас попробуем даже фоточку снимем какую-нибудь вот эту машиночку сфотографировали посмотрим неплохое фото получилось вполне себе сносная но даже через камеру видно что качество в принципе нормально не флагманское понятное дело все разбалованные флагманы им подавать вот так у нас приближение смотрится все даже фон размыло что тут немножко лучшим классно получилось фоточка видео он у нас пишет видео пишет пишет по моему full hd должен писать я даже посмотрю снимем немножко видос пошла запись видео у нас есть автофокус не автофокуса видео нет он только по тапу да только по тапу в общем нормально и так сойдет на так ну-ка стоп видосик мы записали даже из делать там что-то может сфотографировать проигрывать проигрыватель всегда давай видео у нас есть автофокус не автофокуса видео нет он только по тапу только по тапу в общем нормально и так сойдет да и сейчас зайдем посмотрим сколько же у нас этот файлик чего там так это с видео сведения смотрим ага записывает он значит в hd качестве вот такой вот так что у нас еще и пишет в 3gp не самый лучший формат конечно мобильный ну в принципе что есть то есть hd качество качество фото и видео съемка приемлемая очень даже меня это радует принципе неплохой телефончик вот для начального уровня самое она из надо еще посмотреть кстати фронтальную камеру как она здесь так где нас тут переключать фронталочка фронталочка у нас работает смотрим что-нибудь снимем на фронталочку какую-нибудь цветочек там вот так можно к примеру вот эту вот машинку снять автофокуса к сожалению на фронталке нету так вот так вот она снимает очень размыто фокуса нету здесь совсем вот так вот снимать у нас фронталочка как видите ну собственно экран у нас на аппарате кстати говоря он у нас IPS но он у нас не OGS потому что видно что есть прослоечка между экраном даже мы сейчас попробуем на камеру поглядеть это не особо заметно на камеру а вот так видно он видите вот здесь в уголку можно разглядеть что что-то там не так ну в принципе нормальный экран вполне себе смотрибельный хотя вы знаете может быть и OGS как бы похоже потому что ну во всяком случае сам дисплей очень очень близко к тачу к стеклу наверное может быть здесь и OGS ну видно все неплохо все очень хорошо углы обзора как значит все у нас здесь очень даже хорошие у нас даже такими углами обзора даже google pixel 2 не может похвастаться со своей радугой на экране а тут какой-то бюджетник и все с этим порядке в общем вот такой вот у нас телефон пришел на обзор так чё нам еще значит посмотреть звук звук мы уже слышали как чё ну можно какую-нибудь мелодию включить да сейчас вы примерно представляли чё там громкость звонка сообщений громкость видов громкость меню режимы оповещений где здесь мелодии мелодия вызова окей ну в принципе нормальный динамик достаточно громкий очень даже хорошо слышно поэтому звонок не пропустишь по-любому чё мы здесь ничего не посмотрели вроде все посмотрели зайдем еще можно посмотреть информацию о телефоне так такая вот у нас менюшечка немножко перерисованы андроид вот телефоне у нас здесь общая информация тут у нас серийный номер все такое ничего себе так смотрим юридическая информация собственности а где же юридическая информация об устройстве ага вот модель а 5000 все в принципе то же самое что мы здесь видели и здесь кстати уже написано процессор здесь даже не 6580 а 82 какой-то стоит разновидность этого процессора видно но вообще 6580 это очень старый процессор вот он типа энергоэффективный но его еще по сей день используют в некоторых устройствах можно его видеть но здесь 6582 4 до 1 3 герц 1 гб оперативной памяти и встроенная память 8 гигабайт вот такие у нас параметры внутри так что такой вот у нас телефончик пыль на обзоре подписываемся на канал ставим лайки комментируем видео обязательно так что всем спасибо пока до скорых встреч